Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На котором до сих пор жируют нынешние паразиты Вы знаете какие события происходят сейчас у нас И об этом тоже нельзя не сказать В преддверии этого мероприятия был арестован Руководитель нашей фракции Клининской городской думе Александр Смирнов, который сейчас содержится В заключении Он объявил сухую голодовку Мы в свою очередь подали апелляцию Требуем его освобождения Вы знаете во всех средствах массовой информации Мы об этом говорим Кто освещает эти события Мы возмущены такими событиями Потому что традиционно Всегда мы возлагали цветы, проводили это мероприятие Это патриотический праздник Но по всей видимости Для нынешней власти Или может быть для кого-то из правоохранительных органов Теперь и это стало неприемлемо О чем я хотел сказать Фашизм никогда не наступает мгновенно Такого не будет Что мы однажды с утра проснемся А нам объявят Вот мы теперь живем при фашизме И теперь нас всех будут подавлять Такого не будет Фашизм это ползучая гадость Которая наступает постепенно Помаленьку, помаленьку Отбирая права у людей Загоняя их в угол Забивая их палкой Вот у меня такое ощущение Что у нас этот процесс Полным ходом идет И пройдет Людей хватают, забирают Привозят в полицию Даже 15-летнюю девочку И той пытаются пришить экстремизм За то, что она пригласила На это мероприятие по возложению цветов В 66-й школе Это вообще возмутительно Поэтому сегодня наши требования Свободу политзаключенным И как и прежде боролись Наши предки с фашизмом Второй наш лозунг Фашизм не пройдет Свободу политзаключенным 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 Спасибо, спасибо, что пришли. На этом мероприятии у нас все заканчивается. Еще, пожалуйста, две минуты. У нас есть депутат Киевской городской думы, он ветеран Чеченской войны, орденоносец, награжден орденом мужества, поэтому мы предоставляем ему слово. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи. Приятно присутствовать на нашем мероприятии, приятно, чтобы вы пришли. Поздравляю всех с этим праздником. В нашей стране к нему отношения имеет буквально каждый. Но я хочу сказать одно. Потому что армия, полиция, они всегда должны быть в стене полиции. Так же, как и суды, и другие правоохранительные структуры, органы, всевозможные, чтобы работы, их работы, была защита по-настоящему народа, государства, целостности. И чтобы принципов их работы было честь имеют. Они покрывательство олигархов, покрывательство тех коррупционеров, которые в большинстве у нас присутствуют во власти, во всех этих структурах. Когда в государстве появляются уроки патриотизма, это значит, что государство пытается научить нас, наших детей в школах, лояльности к себе. А стоит ли оно того, заслуживает ли наше государство? Ведь государство и Родина – это совершенно разные вещи. Когда перед лицом выбора оказаться может каждый из нас, защищать это государство или нет, то мы можем подумать, стоит ли нам защищать такое государство, которое плюет на своих людей, которое сажает в тюрьмы, которое угнетает, которое не дает жить как следует, по-человечески, не дает учиться нашим детям, не дает нам достойной медицины, образования. Очень много вопросов, очень много проблем, на которые закрывают глаза. Я хочу еще раз поздравить вас всех с праздником, пожелать вам здоровья в наше нелегкое время и свободу Александру Смирнову! Свободу Александру Смирнову! Спасибо, товарищи! Спасибо! С праздником еще раз! Всего хорошего!